Как я устала бороться с этой тлюнью. Что я только не делала, обрабатывала мыльным раствором, прыскивала разными настоями, из чистотела, из полыни, все без тлюни. Неужели весь мой цветник погибнет, если оставить все как есть? Тля способна нанести непоправимый вред участку. Насекомое питается соком различных растений, протыкая кожицу листьев, побегов или бутонов. Тля выделяет токсины. Отравляющие растения нередко также заражают его через слюну опасными вирусами. Массовая колония тли быстро ослабляет цветы, плодовые деревья, ягодные кустарники и овощные культуры, в результате чего они погибают. Выходит, что тля может повредить и огурцы с помидорами? Может. Так дело не пойдет. Хватит сменять их народных средств, должны же быть какие-то научные методы. Специально для борьбы с вредителями учеными был разработан биатлин, препарат системного действия против тли. Его уникальная формула легко проникает в листья и стебли растения, воздействие на насекомых как при внешнем контакте, так при попадании внутрь. Биатлин следует готовить непосредственно перед опрыскиванием. Для обработки яблони и смородины резервуар необходимо залить на одну треть объема водой, добавить необходимое количество препарата и долить воду до 10 литров. Для огурцов и цветов 5 миллилитров на 10 литров воды. Распрыскайте раствор биатлина на листья и стебли в безветренную погоду, желательно в утренние или вечерние часы, чтобы избежать ожогов растений. Скорее попробуем. Пробуй. Взрослые насекомые и личинки погибают через 2-3 часа после обработки. Защитное действие препарата сохраняется от 14 до 21 суток. Препарат не вызывает привыкания у вредителей и остается эффективным против тли на протяжении всего сезона. Биатлин действует в любую погоду и не смывается дождем. Препарат биатлин эффективное оружие против тли. Обратите внимание на биатлин БАУ. Не требует разведения водой. Уже готовый к применению препарат, созданный учеными с заботой о вашем участке.